Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов принял исполняющего обязанности главы Минфина Кайалбека Мукашева. Обсуждены вопросы исполнения республиканского бюджета за 2020 год, целевого использования средств, полученных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также обслуживания государственного внешнего долга. Как информировал Кайалбек Мукашев, карантинные ограничения, введенные в период пандемии, оказали негативное влияние на экономику страны. В частности, к концу 2020 года план по доходам государственной таможенной службы был выполнен не полностью. К примеру, закрытие границ привело к недобору таможенных сборов на 5 млрд. сумм. Добавил он, что ведется работа по своевременному погашению государственного внешнего долга, который достиг суммы в 4,2 млрд. долларов США. В 2020 году на обслуживание внешнего долга направлено около 225 млн. долларов. Пик выплат по ранее взятым кредитам придется на 2025-2029 годы. В этот период размер выплат достигнет суммы более 400 млн. долларов ежегодно. Кайалбек Мукашев сообщил, что рабочая группа проводит проверку по расходованию средств, выделенных на борьбу со вспышкой пандемии. Кроме того, счетная палата вынесет свое заключение. Далее министр финансов отметил проводимые переговоры с международными институтами по реконструкции кредитов и продлению сроков их выплат. Также идет работа по изысканию средств из внутренних источников. К примеру, фискализирует сам деятельность налоговых и таможенных органов в целях вывода из тени коррупционных скем по уклонению от выплат. Исполняющий обязанности главы государства отметил важное сохранение макроэкономической стабильности своевременного выполнения всех социальных обязательств государства и мероприятий, связанных с борьбой с COVID-19, а также обеспечить целевое использование донорских средств, привлекаемых для борьбы с COVID-19. Кроме этого, исполняющий обязанности президент Аталак Мамытов отметил важность проводимой работы по реструктуризации долговых обязательств и снижению долгового времени. При этом обратил внимание, что необходимо в стратегии управления государственным долгом предусмотреть механизмы конверсии внешнего долга на проекты в сфере экологии и возобновляемых источников энергии. Все озвученные проблемы упираются в экономику. В этой сфере ожидаются большие реформы. Учитывая важность вышеперечисленных вопросов, надеюсь, что вы возьмете под личный контроль и предпримите позитивные шаги для полного исполнения бюджета и выполнения поставленных задач.